Доброго времени суток, дорогие телезрители! Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию со стадиона «Олимп», где у нас идут соревнования по вольной борьбе. Нас с вами ждут полуфинальные схватки, четвертьфинальные схватки. И мы увидим выступления мужчин в шести листовых категориях. Для вас соревнования будем комментировать мы. Я Ласий Сергеев, а также судья международной категории Семен Сергеевич Акаемов. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем комментировать седьмых игр на республике нашей программы «Вольная борьба». И сейчас идут борцы весовой категории 86 килограммов. Встречаются лидеры этой весовой категории «Сопронейб» и «Платон Цабинов». Пока время таким минимальным счетом ведет встречу Игорь Сопронеев. Это очень такая борьба. Вы все любители «Вольной борьбы» прекрасно знаете этих спортсменов и «Платона», и «Игоря Сопронеева». Они представляют на сегодня свои улусы, команду сборной, команду своих улусов. И вот сейчас первая трехминутка закончилась, пользуясь Игоря Сопронеева. Игорь Сопронеев. Игорь Сопронеев. Игорь Сопронеев. Упорная, очень упорная борьба. Действительно, это такие встречи, вот такие именитых мастеров своего дела. Как говорится, просто так минимальным счетом может закончиться встреча. Но это будет очень упорная борьба. Потому что они друг друга давно знают, они с малых лет, с юношеских лет вместе боролись. Ну, примерно с 11-10 лет они начали заниматься больной борьбой, а сегодня им уже, естественно, не 20 лет, они уже в возрасте мальчики, ребята. Сегодня взрослые люди, они сегодня защищают честь своего района Улуса. Вот почему очень ответственная такая встреча. Каждое такое движение чревато очень опасными, скажем, бросками или приемами, поэтому встречи ведут очень вроде бы со стороны, если видно, они очень спокойно вроде бы борются, но это упорно, очень упорно друг друга. Не жалея, ждут что-то такое, когда кто не вытащивается или еще что-то пройти, свой любый прием, там, показать, сделать бросок. Технические действия, это будет оцениваться то ли два волна, если со стойкой, то ли четыре волна, это уже приведет к победе. Поэтому они следят своим действиям, очень следят, со стороны видно, что они вроде бы друг друга прикасаться стоят, но это Платон сейчас ищет борьбу, хочет захват брать под мышки, но чуть-чуть наклонился Игорь и головой еще упирается, поэтому ничего такого Платон не может провести приема. С другой стороны, уже теперь начал работать более-менее активно Игорь, но опять встали в таком положении и, естественно, никаких технических действий нет. Вот сейчас вы крупным планом видели представителя тренера Верхоневолюбинской команды. Платон хотел пасечку привести, но этот прием не прошел. Игорь, такие приемы, знаете, они оба, между прочим, очень хорошие, отличные хапсагисты, знаете, нашего народа. Есть национальная борьба хапсагай, и она, вот эти ребята, как раз очень сильнейшие хапсагисты нашей республики. Да, и остается совсем немного времени, последние секунды этой схватки. Да, да, вот она, подсечка, вот опасный бросок, нет, не получилось броска, и время закончилось. Без оценки остается последнее действие, и у нас счет 3-0. Игорь Сафранеев. Да, он выходит в следующий круг соревнований, ну, уже в финал. Это уже ближе к медалью. Да, еще один шаг к пьедесталу почета сделан. Игорь Сафранеев с чувством выполненного долга отправляется восстанавливать свои силы и готовится к следующей схватке. Естественно, вот очень сейчас идут спортивные игры, теми, они каждые 4 года по 1 раз бывают. Естественно, все УЛУСы, все команды, по всем видам, которые есть в программе, это спортериады, они же на играх, этих игр, они все готовились не только один день, но они целыми днями, годами готовились. Вот потому-то вот каждая встреча, каждый бег, там, скажем, по легкой атлетике у нас в борьбе, каждая встреча любого участника, тут у нас слабых участников нет. Ну, действительно, на соревнованиях такого масштаба случайных людей быть не может. Конечно, ну, мы все понимаете, любители больной борьбы, в эти дни как раз идет чемпионат Российской Федерации, нашей Родины. Естественно, наши сильнейшие борцы, члены сборной команды нашей республики, уже поехали туда, участвуют в городе Сочи. И сегодня, вчера была жеребневка, сегодня же начали бороться эти наши борцы, в этой весовой категории 57-65 килограммов. И вот со временем мы услышим имена уже наших победителей, кто кого. Это, скажем, наши болельщики все болеют за Ариана Титрина и за Виктора Рассадина. Естественно, мы все будем следить и новости. Да, по мере поступления информацию мы, конечно же, сразу озвучим. Там 57-65 килограммов. Ну, все болельщики нашей республики, все любители борьбы, все ждут этой информации. Поэтому, я думаю, сразу же вы будете слышать вот эту информацию. Да, мы, конечно, будем переживать за Ариана и Виктора, но, конечно же, и мы будем фокусировать все наше внимание, тем не менее, на то, что будет происходить на коврах. На стадионе Олимп, Амма Олимп, красавец стадион, совершенно новый объект, построенный специально для проведения седьмых спортивных игр народов в республике Саха-Якутия. Трибуна, которого вмещает, между прочим, 3000 болельщиков, любителей спорта. Вчера тут состоялось красочное открытие и сегодня у нас проходят не менее зрелищные соревнования. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой мы вернемся в эфир и продолжим смотреть соревнования по вольной борьбе. Так что, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, национальная вещательная компания Саха продолжает прямую трансляцию со стадиона Олимп, где совсем скоро у нас начнутся полуфинальные схватки по всех весовых категориях нашего первого соревновательного дня. И мы, конечно же, обратим наше внимание, мы сфокусируем все наше внимание на ковер А, где будут проходить соседания среди мужчин. Ну, а вы видите прекрасно сейчас на своих телеэкранах Григория Попова, нашего героя национального. Григорий Попов, как вы помните, совсем недавно дебютировал в главном промоушене планеты в абсолютно бойцовском чемпионате, больше известном как UFC или Ultimate Fighting Championship, где в своем дебитном поединке проиграл американцу Эдди Вайланд во втором раунде. И мы видим с Казимиром Томским у Григория Попова прекрасное настроение. Они тоже, как и мы, наслаждаются происходящим на ковре. Знаем мы то, что у Григория Попова по контракту есть еще поединки. Ждем, ждем его очередных выступлений на арене UFC. Ну, а, дорогие друзья, нас с вами ждет, конечно же, очень интересное соревнование. У нас стадия полуфинала, дорогие друзья. Все схватки за право оспаривать золотые медали. Мы находимся на стадионе Амма-Олимп. Еще раз затронем тему данной замечательной арены. Вчера здесь прошла церемония открытия. Я думаю, не было в республике людей, которые не обратили бы внимания, что мимо них прошло такое яркое событие. Действительно, соревнования столь высокого масштаба, действительно, открываются подобающе. Прекрасное действие. Продолжительность примерно 3 часа, наверное. Просто потрясающее зрелище здесь вчера состоялось. Ну и на протяжении соревновательных дней тут также проходят состязания по легкой атлетике. Завтра, дорогие друзья, давайте сразу проанонсируем. Завтра с утра мы начнем прямую трансляцию состязания по вольной борьбе. Ну и затем в районе 4 мы переключимся на эстафету. Очень интересное состязание нас с вами ждет. Ну а вечером мы также вернемся к коврам и будем смотреть вольную борьбу. Итак, дорогие друзья, весовая категория до 57 килограммов. У нас первый полуфинал в этой весовой категории встречаются. В красном трико Игорь Петров, представитель Сунтарского Улуса и против него в синем трико. Соответственно, Джелус Неустроев, Тампонский Улус. Да, борьба очень ответственная. И она началась, как говорится, с маленькой проверочкой. Ждут друг друга ребята. Это Игорь Петров, представляющий команду Сунтарского Улуса, мастер спорта. И с ним встречается представитель Тампонского Улуса, тоже мастер спорта Российской Федерации по вольной борьбе. И эти ребята, один из них сейчас, как говорится, празднует еще одну маленькую победу, чтобы завтра быть на пенале. А эта встреча действительно очень-очень такая ответственная. Игорь Скряевин, арбитр данной встречи, вызывает борцов, чтобы они боролись активно и быстрее, как говорится, с техническими действиями. Но пока мы таких технических действий, естественно, не видим. Все ждут, оба борца ждут момента, кто из них первый может бьется или еще что-то. Вот сейчас. Выжидают, да? Да, 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 в выжидающем положении. Ну и вот теперь маленькая такая стремительная атака была со стороны Улуса не устроена. Он хотел провести на левой руке прием, так называемую, вертушку, но не получилось, потому что очень внимательно смотрит действие вместо его соперника. Естественно, такие приемы с первого раза, они обычно не проходят. Ну, сейчас посмотрим. Еще у нас впереди несколько минут борьбы. Каждый борец, вы все знаете, борется 6 минут, каждые 3 минуты по 30 секунд передышкой, как говорится. И сейчас, но все равно активности такой, я бы не сказал. Они ждут, ждут. Да. 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 Действительно, на кону стоит очень многое. Конечно. Победивший будет дальше бороться. Естественно, самые лучшие победные айски он перенесет к своему коллективу, к своему родному району, сборной команде. Это же очень ответственная такая, для нас сегодня, вот, самая высокая, самая высшая, вот, это спортивные игры, они еще раз повторю, потому что они проходят 4, отрывом 4 года один раз. Это, естественно, за эти годы в наших районах, городах появляются вот такие стадионы, спортивные комплексы, культурные спортивные комплексы, спортивные залы с разными направлениями, например, залы по борьбе, по боксу, адаптированному спорту, детскому спорту, ну, вообще, это дворцы спорта, скажем, вот такие. Ну, естественно, мы, каждый узбуз, район, город ждет этого. И сейчас, как говорится, объявляются конкурсы, чтобы победить, проведение вот таких больших, грандиозных таких мероприятий по всей республике, с захватом всего населения. Вот сегодня Амгинский узбуз, вообще-то, по идее, в прошлом году должны были провести, но было в прошлом году такое дело, да, очень никто не ждал, мы, вот природа, природа нам как раз не подсказывает, что сегодня будет наводнение, или завтра здесь снегопад. Вот такое дело. Ну, я бы хотел сказать большое спасибо ангельскому населению, ангельскому народу, большое спасибо, что они такое огромное дело делали. И сегодня, естественно, организовали нам, спортсменам, большой праздник спорта нашей республики. Ну, антибердинец вот наш встречал, это уже второй вперед начался, естественно, пока никаких таких, я бы сказал, действий нету, вот тут уже мешается орбитр, и, естественно, призывает активных действий. Да, 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 призывает, и 30 секунд, за течение 30 секунд, если его мы провели технические действия, приемы. Да, 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 да. Ну, и вот мы видим... Ну, какие-то активные действия, руками он сделал, но, естественно, никакого там эффекта на такое действие нету, вот перемести там, охватить за что-то никак не получается. Ну, вот один балл по красным треху, по красным треху, потому что резьбердинец, и такого технического действия не провел, никакой не есть. Таким образом у нас расчет 1-0. А вот он прошел, очень интересный, очень интересный номер, аценка пока метр, аценка пока метр, аценка пока метр, аценка приехала, аценка, ну, понимаете, судья ворстов-центр. Не все согласились с решением арбитра, но судьям виднее. Конечно. Ну, тут мы не судьи, кажется, но если как посмотреть, то действительно технические действия полностью не сделаны, даже на половине. А вот проход ноги за пятки взял, Борис Синий-Трехол, но, вроде, защищается Борис Синий-Трехол. В этом акцент положения, как раз захватывает руки в голову и переворотов не было. Он как раз захватывает руку и голову, а он как раз захватывает руку и голову, а опять ничего нет, но ничего нет, ребята. Борис пригодает и, в общем, защищается правильный головой. Теперь уже, хотя бы, как раз страшно перестал, но вот, я полечил очень. Теперь 30 секунд дали Борис Синий-Трехол и Игорю Петрову. Борис Синий-Трехол очень сильно включит прыщик, а захватывает гамма, но не получается. Вот опасно. Да, один балл. Борис Синий-Трехол, как раз в бою ковра бежать, когда Борис Синий-Трехол, но и челлендж, да? Челлендж бросает, но осталось вискотку. Всего 12 секунд, еще 2-1. Сейчас судейская коллегия будет обращаться к просмотру видеоповтора. Технические средства нам помогут. Правильность протеста, скажем, несогласие борцов-переставителей Томпонского буса. Вот, Белус не устроил, как раз он прислужил команду Томпонского буса. И вот они же бросили протест, челлендж бросает. А тут, если в таком положении челлендж бросается, то согласие участника, если он разрешает смотреть технические средства, вот так и скажет, вот тогда и главный судья, и руководитель смотрят. И примут решение, какой она там, вердикт какой будет, мы услышим, а не покажут. Ну и в противном случае балл будет вот там сопернику. Подарок, резко раз там переход дополнительный получил, по-моему, балл. Вот видите, как получается. Теперь уже очень сложно будет ему за эти оставшиеся секунды. Удачи стало сложнее. Один балл не устроил, 3-2 сейчас становится. И так, а у нас что-то с таймером, да, как я понимаю, когда у нас был брошен челлендж, там уже секундомер стоял в этом же положении, 12 секунд. Ну давайте подождем пока исправят эту маленькую техническую проблему, и в нас борьба возобновится. И мы с вами станем свидетелями последних секунд этой напряженной схватки. Чувствую это напряжение в воздухе, ведь на кону выход в финал. Потому что очень важная секунда. Очень стрелить, но очень жестко борется. Ну видите, время это... Считанные какие-то 10-11 секунд, это ничего не решили, конечно. Они полностью, никто не прошел никакое техническое действие. Но со счетом 3-2 победа одержал представитель Сунтаровского улуса Игорь Петров, и он уходит в финал. Да, поздравляем Игоря. Конечно, делегация команды Сунтаровского улуса радуется этому делу, потому что это минимум серебряная медаль в седьмой спортивных игр народов Якутии. Это большой успех для Игоря Петрова. Гарантированное серебро уже есть. Да, гарантированное серебро уже есть. Но во всяком случае оба борца будут, конечно же, нацелены исключительно на награды высшей пробы. И Игорь Петров у нас продолжает принимать поздравления от товарищей по команде и коллег по цеху. Итак, дорогие друзья, это у нас вторая полуфинальная встреча этой весовой категории. Встречается Михаил Васильев. Он представляет горный улус. И против него Аял Белолюбский, представляющий город Якутск. Давайте наблюдать за ходом этой встречи. Победители в схватке встретятся в финале с Игорем Петровым. Ну, скажем, Игорь Петров завтра будет. Ну, сдать будет, чего не Игорь. Кто из них выйдет на финал, естественно. И он сейчас отдыхает после тяжелесшей схватки. Ну, а эти ребята только начали. Кто из них лучшим окажется, вот эти шесть минут мы увидим сами. Будем свидетелями, как говорится, этих встреч. Василий и Белолюбский. Ну, что можно сказать о этих ребятах. Эти ребята, естественно, очень молодые ребята. И Михаил, и Аял, они борьбой упорно тренируются. Естественно, друг друга не знают. Они в юношеских соревнованиях друг с другом встречались, как говорится, девятых, восьмых, десятых классов. Ну, а сейчас уже они вполне зрелые борцы, скажем. Но у каждого борца есть свое мастерство, технический рост, там, и так далее. Совокупно всех этих слагаемых. Оттуда и выходят лучи из лучи. И мы называем таких борцов технические, тактически очень грамотными. Ну, борцами, мастерами большого ковра говорим. Ну, естественно, этим ребятам есть у кого учиться. Наш народ все умеет, как говорится. У нас есть олимпийские чемпионы. Это первый олимпийский чемпион Роман Михайлович Дмитриев. Это Павел Павлович Пенигин. Это сребряный медалист Александр Николаевич Ибанов. Победители Игорь Дугора и Боли, кстати, первых Игорь Дугора и Боли, Басилий Гоголев. Это все ученики лучшего знаменитого тренера Дмитрия Петровича Органа. Одного из основоположников. Рабитие вот этого прекрасного битвоспорта имени, которое была медальба, которое ходит в программу олимпийских гиггеров. Ну, вот сейчас мы молодые ребята все. Стремимся, хотим быть такими сильнейшими техническими, тактически грамотными, умными борцами, как наши олимпийские медалисты. Конечно, молодым ребятам есть на кого равняться. Это неоспоримый факт. Ну и, да, собственно, Михаил Васильев, так и Аяло Белолюбский молодые спортсмены. Михаил Васильев 99-го года рождения. Что касается Аяла Белолюбского, он 2000-го года рождения. Еще моложе. У нас остается последние 20 секунд в первом периоде, и счет у нас 1-0, 0-1 в пользу Аяла Белолюбского. Ну, естественно, вот не только в олимпийских, мы берем примеры, у нас в каждом лучшем городе есть свои герои, как говорится, тоже мастера большого ковра. Вот если ангинская земля нам у народа Якутии дала много таких именитых мастеров спорта, легенда, больной борьбы, устах, у каждого якута есть имя. Николай Захаров Сахачев, его незнающий якут, мальчик, наверное, человек, житель, семья, видимо. Я полностью уверен, у нас в Якутии нет, я уверен, потому что Коля Николай Захаров Сахачев действительно был создан, родился, чтобы быть борщом, оказывается, но не получилось у нас у него. Но свои 20-21 лет он успел в борьбе показать, да, добиться серебряным медалистом чемпионата Советского Союза. Вот проход Могина, отличный, отличный, отличный бросок контрприемом Басильева и оценку мы увидим, дорогие друзья, оценка этого пьема, 4 балла. Да, на 4 балла оценили это действие арбитра, и счет, но ситуация изменилась, да? Конечно. В дебюте второго периода, 4-1. За считанные секунды вроде бы начал атаку Айал Бельюцкий, молодой борец, вот видите, поймал его, лету поймал, и как раз пользуясь его инерцией, силой атаки, он его перекрутил, бросил на 4 балла. Прямо с таким активным. Но у нас в корректировке в счете все-таки 2 балла. Все-таки 2 балла. Да, 2 балла дали, но могли бы и 4 оставить. Но что поделось? Судьям беднее. Мы ведь сейчас выступаем как в роли болельщиков или любителей, скажем. Но все-таки бросили тельность, не согласны. Да, Михаил Васильев не согласен. Да. Судьи сейчас посмотрят, введя повтор. Да, контрприем, конечно, сделан очень красиво. Вот сейчас сами увидите, и сейчас обязательно покажут. Да, давайте посмотрим повтор. Вот он, вот проход за левые ноги, и вот пошел. Вот видите, какой амплитудой полетел. Ну, конечно, он провел этот прием, проходится не через мусор, а через плечи, скажем, через плечо. Но ничего страшного. Это такое мимолетное касание на сегодняшний день не фиксируется полностью, потому что правила борьбы, мировой борьбы, вот эти такие приемы, вот сейчас увидим. Вот два балла, и Белилюмскому один балл дали, вот четыре не дали, поэтому один балл добавили Белилюмскому. И сейчас счет стал 2-2, но вот правилами касания вот такое не фиксируется, потому что сейчас требуется, чтобы фиксировать положение туши, то есть на лопатке, ну, хотя бы 3-2 секунды, 4 секунды держать, что действительно было такое. Положил человека, чтобы чувствовал. Что без всяких вопросов, да? Да-да-да, что второго вопроса не было. Чистая победа. Да, чистая есть чистая победа. Все должно быть чистой. Очень активен Михаил Васильев в этом промежутке второго периода, но пока результативных действий нет. Ну, сейчас вот, вот, друг другом, вот, ищут захват, захват ищут за плечи, за перевод. Дергают друг друга, шмунгуют друг друга, но пока полностью, вот, хотел провести под локоть нырнуть, но тоже не получилось, не получилось. Во-первых, у него стойка была как раз его встретить, и дом нового позиции катался. Поэтому чуточки низу он колено хвылся. А теперь уже блокирует, блокирует все-таки красным телекоборез. Ну и 30 секунд остается у нас, и по итогам которых мы узнаем победителя этой схватки. Соответственно, имя финалиста в своей категории до 57 килограммов. Но тут нюанс тоже есть, он же ведь провел бросок на 2 балла. А у Айала есть 1 балл за... Ну, по 1 баллу. Да, по 1 баллу. Один за... Вот, ну, скажем, оба с таких моментов он не провел технические действия, а получил, как говорится, как подарок. Да. Ну вот она и есть. Встреча закончилась со счетом. Михаил Васильев, да. Да, 2-2, но по качеству. Удержал победный для себя счет по качеству. Ну и вот в конце, да, вот схватки на последних секундах Михаил Васильев оборачивался и смотрел на таймер. Ну и эмоции победителя, эмоции проигравшего. Это Витя Гитоборс, тут есть победитель, есть проигравший. К радости Михаила и представителей команды Горного Улуса в этой схватке сильнее оказался все-таки Михаил Васильев. И он отправляется отдыхать и готовится к завтрашнему финальному поединку, где он сойдется с Игорем Петровым из Сунтарского Улуса, чье выступление мы видели в предыдущем поединке. Ну а Айал завтра должен бороться за третье место. Все-таки тоже эта медаль, бронзовая награда, за это он должен бороться. Ну и вот у вас есть возможность ознакомиться с сеткой весовой категории до 61 килограмма. Мы видим, что у нас два очень интересных полуфинала ждут. Нас встретится Айтал Захаров из Червчинского Улуса и Баяман Яковлев, который представляет спортивность своих студентов. Во второй полуфинальной схватке встретится Александр Семенов из Сунтарского Улуса и Владимир Егоров, хозяин ковра, представитель Амгинского Улуса. Ну, схватка у нас уже стартовала, и давайте внимательно наблюдать за ходом данной встречи. Первый полуфинал, на кону выход в главную схватку. Айтал Захаров и Баяман Яковлев. Ну, оба эти борца, скажем, опытные борцы, они обучались, учились в Червчинской спортивной школе-интернате, впоследствии они учились и в институте, тренировались у одних и тех же тренировок, скажем, в одной же группе, в одном и том же зале. Ну, в общем, прекрасно знают друг друга. Да, да, очень прекрасно друг друга с малых лет знают, но то, что знать друг друга так, а то, что здесь бороться один на один, как говорится, вот сейчас мы, прямо сказать, более потехничнее, кто тактически грамотно будет схватку строить, вот тот и победит. Ну, Баяман Яковлев, он же даже участвовал в первенствах Европы своего возраста, не один раз участвовал, это значит, он уже поступал за сборную команду Российской Федерации в своем возрасте. В первенствах России он занимал почетные серебряные три места, поэтому получил право выступать дважды в первенстве игроков Европы. Вот это большое стихотворение, но, к сожалению, конечно, вот мы... Нужного медали там не было, но человек оказался в своем возрасте в сборной команде своего возраста. Это большое достижение, вот маленький республик, так сказать. Ну, сейчас борьба уходная идет, опять наши судьи вмешиваются, действительно, они так будут, могут долго это дело провести, поэтому дали 30 секунд, и за эти 30 секунд он должен провести техническое действие. Ну и по итогам двух минут у нас пока что Баямана ведет с минимальным преимуществом. Захаров прошли, но ничего пока нету, ноги у них там... Нет, нет, балла пока никакого нету, тут уже оценка, вот что дает. Беремо прошло, и один, а вот он у технического конкурса приема, и как хорошо, да, как хорошо Захаров не упустил момент, не упустил его за запястье и перевернул надававало критическое положение. Еще один раз, второй раз уже. Счет становится уже 4-2. Это уже ничего. Захаров очень грамотно пользовался его вот, движением. Теперь выходит на спину Баяман Яковлев, но сверху, к сожалению, он ничего не провел. Или время нет, продолжается встреча. Да, при счете 4-3 возобновляется схватка, есть еще пара секунд, завершается первый период. 4-3 в пользу Айталу Захарова. Минимальный счет, но это минимальный счет, очень кажется, может быть роковым, поэтому сейчас тренер должен давать самые нужные советы, самые нужные советы для Баямана, да и Айталу. И сейчас они будут бороться, естественно. Да, что касается вот наших участников, да, полуфинала Айтал Захаров в одной, четвертый финал, в четвертьфинале оказался сильнее Нюргуна Тистяхова, представляющего команду Таттинского Улуса. Ну а еще ранее в одной, восьмой он выиграл у Георгия Окаракова из второй команды Амгинского Улуса. Ну а Баяман, Баяман Яковлев в четвертьфинале выиграл у Виталия Неустроева из Момского Улуса. И в одной, восьмой финала он оказался сильнее Нюргуна Александрова из верхней Вилюйского Улуса. Ну что ж, дорогие друзья, у нас стартует второй период. Полуфинал весовой категории до 61 килограмма. Красным трико Айтал Захаров, соответственно, синим трико Баяман Яковлев. Айтал представляет команду Черопчинского Улуса, Абаяман защищает от цвета спортивного союза студентов. Два балла Айтал Захаров. Очень хорошо под левую руку нуннул и второй раз переворот накатом. И получается уже восемь, восемь баллов ведет. Еще один раз. Очень и очень опасно. Контрприем может попасть, но все-таки я не попался на контрприем. Просто взрывной отрезок проводит, да, Айтал Захаров? Все-таки вышел наверх Баяман. Это счет уже 10. 10 у Захарова, 4 у Якова. Так, стойка. У нас есть еще полторы минуты. Очень хорошие несколько... В течение некоторого времени это очень хорошие стремительные борьбы показали нам ребята. Броски. Начало было сразу под руки левую нырнул и сразу перевел на портер. И оттуда он целительно уже второй накат провел, перевернул. И вот видите, как уже счет у Захарова 10 баллов. А у Баямана он последним действием бросил на поверх, наверх, то есть и 4 балла. А сейчас уже вот бросок. Очень красиво. Бросок есть, 2 балла. Очень красиво. Очень критическое положение бросил. Очень хорошо бы у меня получилось. Но это тоже хорошо. Вот накат, вот накат. Переворот накатом. Это очень такой... Вот смотрите, 14-4. Это уже 10 баллов отрыва. И это называется техническое преимущество. Да. Да, и поздравляем Айтала Захарова с этой убедительной победой. Очень заряженным вышел представитель Черепчинского луса на второй период. И провел просто действительно взрывной отрезок схватки. И было разыграно приличное количество баллов. И победу празднует у нас Айтал Захаров. Вышел он в финал и будет сражаться за золото турнира уже завтра. Ну а его соперник по этой схватке будет выявлен в следующем поединке. Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию повторы. Повторы ярких моментов прошедшей схватки. Накат удался, накат удался. Удачный накат. Вот сейчас уже. Да, второй полуфинал. Вторая полуфинальная встреча в этой весовой категории. Весит до 61 килограмма. Встречается. С красного угла у нас вышел Александр Семенов. Он представляет Сунтарский улус. И синим трюком у нас борется Владимир Егоров. Хозяин ковра, хозяин соревнований. Представляет он первую команду Амгинского улуса. Это тоже очень интересная борьба. Потому что наши болельщики все хотят смотреть, как будет выступать представитель Амгинской команды Егоров. Он же ведь представляет последние годы государства Македонии. И за Македонию он боролся уже в многих ответственных соревнованиях, в том числе в европейских играх. Правда, неудачно, скажем так, неудачно. Потому что в первых встречах он проигрывал. И поэтому ожидаемого результата не перенес. Поэтому болельщики наши не очень. Действительно, конечно, я думаю, многим болельщикам, любителям единобор, в частности, вольной борьбы, интересно наблюдать на выступлении Владимира Егорова вживую, на родной земле. И, конечно же, на столь масштабных соревнованиях. Ну, у нас Владимир сейчас ведет со счетом 2-0. Ну, скажем, это минимальный счет, но все-таки ведет. И сейчас, действительно, вот мы своими глазами наяву, как говорится, смотрим, видим македонского борца, скажем. Но не забывайте, дорогие друзья, он представитель Амгинской школы борьбы. Вот мы у себя в республике тоже так, среди специалистов, есть такое мнение, есть бы почерк другой, вот Амгинс, там Усалданцев, Чурокинская, Коркинская, там, в городе Якутск у нас, как стакалбольный борьбы, заслужительный России, Николай Николаевич Волков, который вырастил целую пелиаду первых мастеров, вот ковра, и, естественно, оттуда все сложилось, слагалось вот эти наши победы олимпийские, на мировых чемпионатах, на европейских помостах. Вот первые наши мастера, которые, это первые чемпионы наши, это Дмитрий Максимович Данилов, первый мастер спорта, вообще от народа Сахара. Ну, это же большой успех был, мы тогда, у нас, в нашей республике, не было мастера спорта Советского Союза побольного борьбы. Вот Дмитрий Максимович стал первым мастером спорта. У нас не было тогда медалистов чемпионата Российской Федерации, и таким человеком стал профессор, впоследствии Николай Анатонович Гоголя. А серебряным бронзовым медалистом стал доктор географический наук Пётр Петрович Гавриэль. Вот это первые имена, первые мастера. Потом уже появились чемпионы второго поколения, скажем, третьего поколения, пятого, там лишь сто седем. Вот так пошло. И с того, как развитие вольной борьбы, естественно, стали наши вот великолепные педагоги, тренера, воспитатели. Якуцкий, вот, Волков Николай Анатонович, Чурок Тель, Дмитрий Петрович Корпин, который целый ряд мастеров ковроговости. Конечно, в любом виде спорта очень важна, но в первую очередь, да, важна работа тренера. Конечно же, выступление спортсменов напрямую зависит от... Ну, а этим делом руководил, есть и руководители, я руководил этим делом всем, физкультурным движением нашей республики, Николай Николаевич Старский. Это человек, закончивший одним из первых, я вот, вот, в Москве, центральный босс, высшее учебное заведение физкультурных работников, спортсменов. Вот, и он, по окончанию, переехал в родную Якутию и стал председателем спор-комитета республики. Вот, вот тут и физкультурный, да, и легкая атлетика, и тяжелая телеги, борьба, бокс. Все началось от нашего физкультурного, государственного деятеля Николая Николаевича Тарского, чье имя носит главная арена республики, стадион Туймада, столичная арена. Но мы сейчас находимся не менее прекрасно в стадионе под названием «Аммалин», где продолжаются полуфинальные схватки. И сейчас мы смотрим поединок весовой категории до 61-го килограмма. Это вторая пара полуфиналистов. И во втором периоде у нас изменений в счете пока нет. Со счетом 2-0 ведет Владимир Егоров. Вот перевоз хочет провести, но не получилось. Семенов уверенно защитился, ушел в критическое положение. Не отдал баллов никаких Семенов. Чуть порезче было, с локтя дернул бы, может быть, получилось бы вот так. Не получилось у Егорова это движение. Этот прием. Сейчас хочет провести правый ногу, провести под руки, захватить, но тоже не получается. Семенов вовремя защитился. Отметим, что Александр Семенов в четвертьфинале выиграл у Кирилла Павлова, защищающего цвета Аннабарского улуса. Ну а еще стадии ранее. Он в одной восьмой финала Александр Семенов одержал победу над Афанасием Сабиным, представляющего «Жигантский улус». Ну, что касается Владимира Егорова. Владимир Егоров в четвертьфинале выиграл у Виталия Эспек из Мисолданского улуса. Ну а в одной восьмой финала Владимир оказался сильнее Юрия Сивцева из Среднеколыбского улуса. Ну что ж, у нас остается меньше сорока секунд. И в данный момент ближе к победе, ближе к успеху Владимир Егоров. Ну, прекрасно мы знаем то, что может случиться все что угодно. Есть еще несколько секунд, скажем, 20 секунд осталось до конца этой встречи. Ну, Егоров, я думаю, не полетит на 5 баллов, наверное. И, естественно, он уверенно закончит эту... Да, удерживает, удерживает и закончит эту встречу поведой, конечно. Ну, я думаю, давайте поздравим Егорова выходом на финал, на финальную часть седьмых спортивных игр народа Якутии в родной Ангель. Естественно, Ангель сейчас привез сюда в парке. Да, поздравляем мы еще раз Владимира Егорова. Поздравляют его и собравшиеся любители спорта, которые у нас запомнили трибуны Амги Алин. Ну, и Владимир Егоров в домашних соревнованиях побеждает полуфинале Александра Семенова и выходит в финал, где встретится с Айталом Захаровым из Чуропчинского Улуса, который в своем полуфинале выиграл у Боямана Яковлева. Эту схватку мы увидим завтра. Проанонсируем. Завтра мы увидим соревнования на этом стадионе по легкой атлетике. Также, конечно же, будем смотреть вольную торгу. Да, весовая категория до 70 килограммов. Представляем вашего внимания сетку. У нас в первом полуфинале встретятся Василий Стручков и Егор Пономарев. И второй полуфинал это Вячеслав Ефремов против Игнатия Андросова. Ну, давайте приступим к просмотру первой встречи одной-второй финала. В рамках этого поединка у нас на ковер вышли Василий Стручков, представляющий Верхоянский улус и против него Егор Пономарев Чуропчинский улус. Ну, это любители борьбы знают этих ребят. Сейчас с красным выступает мастер спорта Василий Стручков сверху сейчас работает в синем тревоге. Егор Пономарев Егор Пономарев любительную борьбу очень прекрасно знает. Он и чемпион России, и прейзер России, и мастер, скажем, большим именем. Признанный. Да, чемпион мастер спорта международного класса, необходимый состав сборной команды Российской Федерации. Это много Потому что российская вольная борьба это один из сильнейших школ в мировом масштабе. Вот. Это Россия, но и мир. Да, да, да. Не только Россия, в мировом масштабе. Потому что одна из сильнейших борцовских держав является Россия. Раньше Советская Союза сейчас давно не Советского Союза отсказали. Поэтому остались те знания, те опыты. И вот мы действительно видим представителей нового нового школы российской борьбы. Новое поколение. Да, новое молодое поколение. И они даже вот сейчас посредине с этим сегодняшним участником чемпионата россиян уже старший в этом положении. Так, но в этой ситуации свисток был, поэтому никаких технических оценок не дали, потому что обоюдно захватили вышли за ковер. Одновременно скажем, обоюдно захватили. Поэтому действительно оценок не было, но упорная встреча идет. По опыту международных встреч и по опыту участия в больших коврах соревнований Егора, конечно, повышен. Он все-таки не один год был членом упорной команды государства Российской Федерации, поэтому естественно у него опыта больше. Но сейчас он больших соревнований уже не участвует и возраст уже не позволяет, скажем. У спортсменов возраст очень же короткий, там каждый день не будет жить 20-летним. Поэтому сейчас у Егора ну, скажем, 30 лет это уже много, уже старшее поколение на сегодняшний не имеет ребятам, поэтому ну, за район, за район, за свой наслед, за свой район, он сегодня участвует за рукой Чаровчинский и действительно прекрасно участвует, сейчас идет встреча. Действительно век представителей единоборств, да, сейчас всевольная борьба, очень скоротечен. Но за пятку прошел, видите, когда взял пятку, потом слева рукой вот за колено и вот а теперь уже он хотел чуть-чуть на промоках и вот видите, уже на коленях выбежал на спину вышел на спину и записал свой актив заслуженные два очка. Ну, да, начинается у нас второй период, вторая трехминутка по истечению которой мы узнаем имя первого финалиста весовой категории до 70 килограммов. С счетом 3-0 у нас ведет Егор Пономарев, представляющий, как мы уже сказали, Чуровчинский УЗ. Да, Чуровчинский УЗ, это колубей лейбольной борьбы спереда нашей республики, впоследствии всего советского республики. Весь мир знает, где Чуровчин находится, сказать, так, Борцовская Чуровчинская где-то все знают, потому что там жил, работал, родился там Дмитрий Петрович Кур. И он начал все это делать. Там, в Чуровче, в сельской местности, далеко от цивилизации, от города. В Центральном России, в Союзе, в больших городах, конечно, двадцать, сколько, да, совсем другой иной положитель. При иных условиях работы. Самых-самых трудных условиях. Даже вот когда приезжали олимпийским чемпионам на Рыске, чемпионам мира, Александр Ведеветий и Александр Иванистов, удивились, как вот в таком зале, вот в таком зале, вот такие люди, как Дмитриев, как Иванова, как Пенигна, откуда, как вышли, кто? Так вот такие люди, педагоги выросли, как Коркин. Ну, Коркин были соратники, помощники, это постников Константин Сергеевич, это весь коллектив школы, лейтенантов, вот слагаемые все, партийные работники, первым секретарем фарта, первым секретарем фарта, председатарем полковом, все помогали, вот и народ Якутии добился всем усилиям, и сегодня у нас голова республики объявил как годом согласие, единение, вот и все оттуда пришлось. Если мы все будем вместе в одной серии идти, вместе дружно, как не можем победить? Мы должны победить, и будем победить, и у нас будут будущие и олимпийские медали, и вот к этому истребимся, это должно быть. Да, есть к чему стремиться. Да. Ну и у нас Егор Пономарев укрепил свое преимущество. Счет 5-0, и остается бороться в этой схватке 33 секунды. Ну что ж, что предложит Василий, давайте смотреть. Да, сейчас Егор Пономарев перешел, оставил большой спорт, сейчас он уже полностью переключился на тренерскую работу, сейчас уже вместе своими бывшими тренерами ведет тренировочные занятия, учебные занятия. Передает свои знания, опыт уже. Да, участвует в таких соревнованиях, он передает свой опыт. Вот только надо уметь посмотреть, и уметь оттуда все взять. Конечно, определенный склад ума нужен в тренерской деятельности. Конечно, поздравляем Егора выходом на пенальную часть наших спортивных игр. Да, Егор Пономарев выиграв эту схватку, одержав победу над Василием Стричковым, представитель Чурабчинского улуса выходит в финал весовой категории до 70 килограммов. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас у нас в скором времени начнется вторая полуфинальная схватка этого веса, но прежде чем приступить к просмотру, к ее просмотру, давайте еще раз насладимся яркими моментами прошедшей схватки между Пономаревым и Стричковым. Игорь Пономарев в итоге одержал убедительную победу. тем самым полуфинальный поединок и финал. Завтра Егор Пономарев будет оспаривать право зайти на высшую ступень пьедестала почета. Ну а с кем же он будет оспаривать это почетное право, мы узнаем по итогам этой встречи. У нас во втором полуфинале весит до 70 килограммов. Встречается Вячеслав Ефремов из горного Улуса и его соперник в синем трико Игнатий Андросов Татинский Улус. Ну это борцы тоже друг друг очень прекрасно знают они выступают в этих весовых категориях уже давно скажем в республике они выступают 70 килограммов за пределами больших соревнований 66 килограммов ну это практически такие у каждого борца спортсмены есть такие свои вот а сегодня для команды именно для своих районов они должны выступать вот именно вот этой весовой категории и сейчас будут иметь оба сильнейшие массы спорта конечно по возрасту Ефремов чуть моложе Игнат Андросов он более менее ну скажем по возрасту он старше но и по мастерству скажем они равно сегодня и и и это тоже мастер очень сильный мастер в своей республике он становится чемпионом и премьером в гонах нашей республике естественно это притом сейчас сейчас пока идет минута уже заканчивается но пока таких нету таких скажем действий но вот обманное движение чуточку он за запястье дернулся и хотел было пройти ноги но не получается у игнота если говорить о предыдущих схватках до вячеслав ефремов в четвертьфинале выиграл ивана семенова из кобяйского улуса на стадии одной восьмой финала вячеслав одержал победу от николаев стивца пошла его сейчас назад нет вовремя перекрыл эту и теперь выключение вот опасное положение он иванов очень разнообразный он очень гибкий эластичный спортивный за голову за руки захват очень сильный чуть-чуть не перевернут было не перевернут но ефремер тоже он как бы все эти приемы выход он тактических действиях и этих приемов он знает у Игната но они парень тренируются вместе друг друга изучают вот сегодня они встречаются в боевой схватке завершается первый период и на прибыль в один бал у Игнатия Андросова Игнатий Андросов кстати в четвертьфинале посмотреть на сет куда Игнатий Андросов выиграл у Владимира Данилова из Сунтарского луза в одной восьмой Игнатий оказался сильнее Аяла Ахлопкова посмотрите как хорошо прыгал но он до конца точку не поставил получит балл вот перекрыл вот рукой левой рукой прикрыл и фрейм защитился и а вот вот это броско вот но сейчас решающая трехминутка вот здесь мы что-то должны видеть просто так 1-0 не должно закончиться цикально второй период и очень интересное конечно противостояние нас с вами ждет последующие 3 минуты посмотрим но минимальное преимущество 1-0 ну очень минимальное так скажем да формально даже можно да да вот поэтому все что будет ну чуточка терпения вот они готовят готовят мысленно все готовят и рисуют рисунок а так если вы тут голове там переваривать ну вот но перевести это делая вот он устремительный трехход ну опять вовремя защитил а теперь уже Игнат вот вот этот бросок и накрывает вот нет вот заключение руки так и у нас повреждение не технически правильный прием он против сустава ничего не сделал болевые ощущения должны быть вот такие захватом конечно все-таки это единоборство как-никак он не выкручивал Игнатий Андросов так вот ну и победу празднует в этой схватке Игнатий Андросов представитель тактинского носа ну это му-муа прием но он против сустава еще раз повторяю ничего не сделал и на руках и в шее и спине ничего не вот провел правильно сейчас посмотрите дорогие друзья вот захват вот подбросок теперь прикрывает вот накрыл ногой переходит через плечо перед плечей вот поднимает руки вот видите как и переворачивает на спину тушение да это и есть техническая вот грамотно проделанный бросок прием положение портера и на тушение так давайте сейчас обратим внимание на нашу инфографику весовая категория до 74 килограмма в первом полуфинале встречается Виктор Степанов и против него Прокопьи Петров во втором полуфинале у нас сойдутся Никита Сафронов и Александр Контоев ну и можете обратить внимание на предыдущие стадии турнира в этой весовой категории по ходу схватки мы еще конечно же обязательно обратимся к сетке и проинформируем вас о ходе состязаний в этом весе ну что ж у нас готова выйти первая пара полуфиналистов еще раз давайте повторимся у нас красно-трико Виктор Степанов представляет он помпонский улуз ну а его соперником в этом полуфинале будет Прокопьи Петров защищающий цвета команды города Якутска опытные борцы и молодой борис Степанов тоже участвовавший многих первенствах Российской Федерации да и международных турниров по возрасту как будто но прокур Петров любитель борьбы давно знает он как будто с юношеской возраста юношеского возраста он показывал неплохие результаты занимая призовые места первенства российского периода потом он стал и среди взрослых чемпионом России представлял Россию на чемпионатах мира борец большим международным опытом опытом борец ну и тут по борьбе Хапсагаев по борьбе любители все прекрасно знают как он сильный грамотный борец пинийски крепкий спортсмен вот и поэтому любят и у него приемы вот такие вот захват головы руки приемы но это чуточку ему объясни долго не провести этот захват потому что это иной раз вот этот захват ну закрывает нерву поэтому очень сложно поэтому сейчас борьбе вот от такого захвата долго не держат там разрешается держать где-то 5-6-7 секунд за это время должны провести технические действия а вот сейчас видите Стефанов прошел вновь очень грамотно его перевол и крест крестный захват но тут что крестном захвате захват Павел сорвал но снова снова на этот раз не знаю вот не получилось опять я допустил захват но сейчас только на потому что два-три приема он попытка провести хотел но у Степана не получилось но это Степанов очень активный и молодой молодой борец да 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 вот человек он возраст что он ему не тридцать а почти сорок лет петро петро года рождения спортсмен многоопытный борец сейчас ведет схватку против Виктора Степанова который 93 года рождения и у нас Виктор ведет со счетом 4-0 и остается бороться в первом периоде сорок секунд сорок секунд ну если вот мы говорили да о том что вернемся мы к турнирной сетке этой весовой категории весит до 74 килограммов Виктор Степанов в четвертьфинале выиграл у Джулустана Шеломова представляющего Мегина-Кангаласки УЛУС еще ранее в одной восьмой Виктор Степанов одержал победу над Егором Захаровым из Татинского УЛУСа что касается его соперника по полуфиналу Прокопия Петров Прокопия Петров в четвертьфинале выиграл у Лариона Андреева из Мирнинского района в одной восьмой Прокопий одержал победу над Афанасьевым из Мирнинского УЛУСа ну что же о последней секунды первой трех минутки конец первого периода 4-0 Виктор Степанов мы как бы говорили уже это более молодой стремительный скоростной спортсмен его тренера Ариаш Павлов засунут тренера из Мирнинского УЛУСа вот его со школьницком и усил тренировал и вот сейчас как раз показали нам крупным планом ну вот сейчас захват вот видите как рука-голова это броню показывает по крупным планам вот проход какой левую ногу под колено прошел и сразу перевел портел и оттуда вот накат крестный накат захватом крестным вот этот прием очень коварный прием крестный захват но сейчас решающие три минуты и запас у Прокопья Петрова есть ну два с половиной осталось времени но за это время он должен попробовать наверстать да наверстать опущенные эти четыре балла да еще победные баллы нужно поэтому утроенная сила ему должна быть но Степанову есть запас он будет посмотреть тактически я думаю он будет поставить свою схватку вот так и это задним включил как говорим задний скоростный это еще страшно нет вроде бы на мой на такой первый взгляд но это черва опасности вот именно вот такими задними ходами мы многие нужные встречи проигрывали поэтому молодые борцы должны это всегда понимать да учитывать это очень опасное такое тактическое решение поэтому нужно не только закрепить или там оставить там это а надо укрепить еще больше работы еще больше запас иметь в отрыв от соперника но пока Степанов атаку не делает просто прокупить какие-то ну шумунгуют очень сильно видать ну как говорят свободу да играет по счету да да сейчас вон подмышку вот сейчас провести но сейчас он проведет этот не не степанов сильно не атакует с одной стороны правильно потому что тактическом плане он же ведет 3 балла есть запас еще время играет в его пользу конечно коварная тактика ненужная опасная тактика надо работать самому у Степанов же у него энергия есть запас энергии есть он бы сейчас работал бы заодно а уже ездил как сейчас хотел перевести его в противебросу а сейчас захватка рука-голова оттуда прокупить должен провести решитель да посмотрим что придумает Прокопий как сейчас вот Степанов поднял его поднял за ноги ну это ждал видать да 4 балла это уже большой отрыв 7 баллов отрыва это серьезная заявка уже на победу в этой спарке степанов степанов с одной стороны вот этот улюден прокупить пройти на это старого волка пройти туда потому что он любил а вот сейчас прокупить проходит ноги 25 секунд до конца до конца ниже колен левый держит рот он отрывает перевер портре но очень мало осталось 10 секунд и про Куфе конечно 5 баллов или два раза на капель Успеет Виктор защищается и удерживает победный для тебя счет. Вот она. 8-3. Виктор Степанов выходит в финал. Поздравляем мы представителя Тампонского Улуса. Виктор Степанов выходит в финал. Финал от турнира весовой категории до 74 килограммов. И в скором времени мы приступим к выявлению его соперника. По главной схватке. Напомним, во втором полуфинале у нас встречаются Никита Сафронов и Александр Камтоев. Ну что ж, Виктор Степанов отправляется восстанавливать силы. И морально и физически готовится к главной схватке. На завтрашний поединок идет готовиться, как говорится. Ну а сейчас будем ждать, посмотреть еще одного неунывающего, повзрослевшего, скажем, более-менее возрастного спортсмена, мастера спорта международного класса Александра Камтоева, который вот-вот сейчас выйдет на ковер. Вот смотрите, как с двух ног захват за две ноги, обе ноги чуть-чуть переподнял и бросок. Но к этому бунудил Степанов Прокопьет. Прокопьета осталось нехем, вот терять-то нехем. И вот тут вовремя хотел на ключ перевернуть, но вовремя освободил рывком руку. Вот этого коварного захвата полностью не дал. Ну вот. Да, вторая полуфинальная схватка в этом весе, в весе до 74 килограммов. Никита Сафронов, Чоропчинский улус, он в красном трико, его соперник Александр Кантоев, представляющий горный улус. Да, тоже вот молодость и опыт, возраст, как говорится, у Александра от основных выступлений уже давно он закончил, скажем, участвовал в выступлении, но внутри республики он всегда, когда нужно для своего района, он за честь своего района, вот сегодня выступает за свой родной горный улус. 74 килограмма он выступает. Ну, Александр, вы все знаете, он и чемпион Российской Федерации, России, он и чемпион Белоруссии, он и медалист Европейского чемпионата. Он и медалист чемпионата мира. В общем, спортсмен, устоявшийся своим, многолетним, многоопытным, он много мог, но сейчас как провел, и сейчас хочет привести партию в переворот, а теперь уже перешел, сейчас возьмет бидать на крес, он встал, но все-таки защитился, да, стойку дали, но очень опытный спортсмен. Ну, и, конечно, возраст, ему не 25 лет уже, уже в возрасте спортсмена, как мы уже отметили, он уже давно не выступает. Да, Александр Котой, 81-го года, рождение. А сейчас работает одними, соответственно, занимает руководящую роль в развитии нашей боли борьбы, поэтому он в зал всегда не забывает, доходит, это канцелярская, так скажем, работа. Но бывших борцов не бывает. Да, бывших борцов, как говорится, не бывает, он и сегодня свой опыт молодым передает, и занятия проводит, помогает тренерам и так далее. Ну, это, с одной стороны, обязанность такая, вот, снова хотел пройти многим, но вовремя, вовремя Сафронов. Его блокировал, вот, и сейчас блокирует, но потихоньку, вот, два балла все-таки ведет Александр. Да, близится к завершению первого периода. Александр Кантоев в четвертьфинале выиграл у Ивана Барашкова из Гнадского Улуса, в одной восьмой. Александр оказался сильнее Неркустана Брощева из Верюйского у Улуса. Что касается соперника Александра по полуфиналу, Никита Сафронов в четвертьфинале одержал победу над Петром Кириллиным. Вот, сейчас давайте, без оценки остается действие. Ну, а в одной восьмой финала Никита Сафронов выиграл у Алексея Эверстова из Верховянского Улуса. Ну, и сейчас у нас продолжается оспаривание выхода в финал, где уже ждет, да, своего соперника Виктор Степанов. Да, у Виктора Степанова один экзамен прошел. У нашего многоопытного, ну, возраст, у Прокопия, конечно, не молодого, но, естественно, эта молодость выиграла, более свежий выглядит все-таки. Ну, а сейчас вот встреча Александра с Сафроновым, вот, был как, да, я думаю, Александра эти давала Сафронит, да еще добавит, наверное, вот, посмотрим сейчас. Что угадать, сейчас нам как раз будем смотреть, вот, как прошел ногу, за левую ногу, выше коленей. И вот Никита посадку сделал, как грамотно плечом толкнул его назад, а ногу под себя вниз. Это все техника, проведение приемов называется, просто захватывая ногу, одноименную ногу, скажем, вот, то ли левый, то ли правый, но посадку сделал, вот, плечом как толкнул, а и дернул под себя, и все, и то он беззащитно упал. Хороший проход, ноги в исполнении Контоева. Второй раз прошел, вот, второй раз он дает тот же захват Витика, но это опыт, он, опыт и грамотный, вот, теперь накат, накат, крестным захватом, накат, притом, это, это, скажем, сложно в том, что он хотел ему провести, то ли крестный захват, а Витика, он заголил один, а другой рукой, левой рукой он захватил на крест. И вот провел, вот, итог, переворот накатом получил, с крестным захватом, вот, чем не в этом, и поэтому, это тоже, он же ведь не успел защититься, он не угадал, каким он будет, или дальше полностью крест возьмите, или нет, а ведь он на голе наставит. Ну и вот опять успешно. И снова эта атака. Да, Александр проводит, очень активно, да, проводит второй период. Изнутри будто сил ногу, и теперь уже его переворачивает, вот это очень опасно, вот это положение можно вообще перепечатать, вот и перепечатал, видите, какой сегодня дает нам урок, преподает нам урок Александр Контоев, и он вышел в финал. Ну, завтра будет Степановым очень интересная, хорошая есть борьба. Александр Контоев одержал очень убедительную победу в этом полуфинале, и многоопытный борец наш Александр Контоев, представляющий горный улоз, выходит в финал, где встретится с Виктором Степановым. Еще один экзамен ожидает Виктора, но очень интересная схватка, конечно, получится в этой весовой категории, ну и Александр Контоев принимает поздравления, отправляется готовиться, мысленно готовиться и отдыхать к завтрашнему финалу. Ну и сейчас режиссер нашей телетрансляции предлагает вашему вниманию повторы минувшей схватки. Видите как, это просто вот эти проходы, вот эти посадки, надо просто на видео снять и на занятиях показывать, повторять, научиться, как это делать. Вот видите, как бы, вон голен, вот, правой рукой голен держал, второй рукой крестнул, захватом взял, вот видите, и переворот какой-то ручку. Вот это все тактические, технические уроки, нужно учить, как говорится, ну, алфавит изучают, таблица умножения УИЗ, тоже, но также вот изучают приемы борьбы. Можно учить, да, эти элементы, смотря на выступление Александра Контоева. Вот такие же элементы можно вот в нашей мастике, в мастеровстве, вот все есть. Да, весовая категория до 86 килограммов, дорогие друзья. У нас в первом схватке полуфинала встретится Дмитрий Шадрин, представляющий среднеколымский УЛУС. И против него выступит Семен Артемьев из первой команды Амгинского УЛУСа. Во втором полуфинале встретится Сафрон Сафронов из Мегина-Кангаласского УЛУСа. И Игорь Сафронеев из Намского УЛУСа. Ну, и по традиции, да, уже сложившиеся традиции, более подробнее ход турнира мы опишем уже в процессе данной схватки. И все, внимание на ковер. Дмитрий Шадрин, он в красном криком. Трико представляет среднеколымский УЛУС и его соперник Семен Артемьев. Первая команда Амгинской сборной. Да, это борцы весовой категории 86 килограммов. Тоже опытные мастера борются. Дмитрий Шадрин в больших коврах давно не выступает. Но за родной среднеколымский УЛУС он всегда выступает. И вот сегодня, сегодня он на играх народов республики. За родной УЛУС выступает 86 килограммов. И, как видите, уже он в полуфинале, полуфинале. И, да, да, да. Это очень интересная встреча. Сейчас что будет про его проход ветерана обзрослевшего борца, скажем, Дмитрия Шадрина. И Дима, вот видите, как очень хорошо прошел ногу. Дима выступал в многих крупных соревнованиях и внутри республики, за пределами на чемпионатах России. Ну, и республики, он, прямо скажем, по-моему, 6 или 7 раз стал чемпионом чемпионата республики на переде Николая Николая Шатанская. Это большой успех у нас в республике. Большой. Таких успехов мало у кого-то. Ну, у ветеранов было Игорь Ремеевич Кудрясов, Юрий Степанович Андреев, Максим Васильев, вот у них были. И более старшее поколение, это Максим Николаевич Северяков. Кстати, Максим Николаевич Северяков долгие годы работал здесь секретарем морякового партии, вот Мамгинском. Он один из первых учеников. Димитрия Коркина стал мастером спорта Советского Союза. Вот видите, какие у нас люди выходят. А в сегодняшнем поколении Дима Шадрин тоже пример. Пример, вот как он защитился. Он хотел провести, провел, чуть-чуть было не провел бросок через плечи, но не получил этого. Дима-то защитился, оставил его вниз. Вот сейчас показывает нам крупным планом Димитрия Шадрина, представителя Среднеколумбинского района. Ну вот он, ну, потому что он оттуда родом, за родной УЛУ всегда болеет. Учит молодых бороться там, как джики. Ну, вообще, парень все ребятам своим молодым показывает, примером жизни, как работать, как учиться надо. Да, это тоже надо. Да, и возобновляется у нас схватка. Дмитрий Шадрин ведет со счетом 7-0. И, конечно же, сейчас перед Семеном Артемиевым стоит очень сложная задача. Посмотрим, что он сможет противопоставить. Да, уже счет, счет уже много. Уже 7 баллов затребил, в запасе у Димитрия. Он же может и даже противовознаться. Снова, снова Артемиев атакует. Вот он, вот он держит Артемиев. Да, Артемиев записывает свой активный балл. Он, вот в критическом положении ушел, ушел, ушел. Это очень опасное положение. Это могли бы вообще держать на лопатке. Это очень опасное положение. Чуть-чуть. Два балла у Артемиева есть. Он представляет свой родной Улус, Ангинский. Улус представляет. И молодой спортсмен сейчас очень уверенно, сильно хочет атаковать, провести приемы. Димитрий-то не дает, не дает. Он близко к себе не подпускает. Все вталкивает. Ну, правильно делает, ему же это и надо. Так, первый вперед закончился. Еще есть 3 минуты запаса. Это, ну, сейчас, я думаю, с обеих сторон тренера представители будут советы давать, что как делать. Да, попытаются внести коррективы в ход этой встречи. Ну, по итогам первой трех минутки впереди Дмитрий Шадрин, многоопытный борец, многократный чемпион Республики Саха-Якутия Дмитрий Шадрин. 7-2 в его пользу. Ну, и видим в замедленном действии, как он записывал свой актив. Эти баллы по ходу первой трех минутки. Ну, Дмитрий Шадрин в четвертьфинале одержал победу над Александром Филипповым из Татинского Улуса. В одной восьмой финала Дмитрий выиграл у Владислава Закирова из Мирненского района. Что касается Семена Артемьева, представитель первой команды Амгинского Улуса, в четвертьфинале выиграл у Бориса Ашадапова из Момского Улуса. Ну, а в одной восьмой финала им был повержен Владимир Дроздов, представляющий команду Нерингринского района. Второй период. Борьба началась. Уже половину минуты уже боролись. Но пока 7-2. Артемьев атакует. В атаке он уже захватил левую ногу выше коленей. Но вставать не может. Плечи, голову не поднимает. Но это не дает Дмитрий ему поднять эти плечи, за голову. Он его винист толкает на ворота. Это тоже верная защита со стороны Дмитрия Шадрина. Ну, сейчас центр ковра. Центр ковра он центр не отдает. Все время. Ну, ближе не, близко. Близко не подпускает. Но Тубарк тоже правильно делает. Ну, а сейчас Артемьев надо найти ключ решительным атакам действий. Вот как провести прием именно его. Это моя очень сложная задача, да? Да, это очень сложная задача. Найти ключ в борьбе с таким опытным борцом. Это ведь старая закалка. Несмотря на то, что ведет 5 баллов, да, Дмитрий сам идет в атаку. Но не выжидает. Естественно, вот стремительный проход. Но тоже Дмитрий, вот видишь, вот Заголин защищается. Ну, плечи. А теперь 2 балла. Вот это 2 балла уже Дмитрию идет. Да, 9-2 отсчет становится. Своим весом, своим телом загрузил его вниз за плечи, за голову. И переходил назад. 2 балла заработал. Итог 9-2. Уверенно, уверенно ведет Дмитрий. Ну, остается еще минута, минута. Это последняя минута. И минута, она работает. Эти секунды работают, как говорится, за Дмитрия Шадрина. Потому что он ведет, и он спокоен, спокоен. Да, Семен Артемьев остается только рисковать. Да. Не богато него действия. Вот шумунги надо было делать как-то. Выталкивать, там, отталкивать. Слева, лево, направо качать. Но нет, не получается никак. Вот уже половина... 30 секунд осталось. 30 секунд, что он не может провести большой бросок. Ну, ноги, но он сам уже бенинс остался. Сам бенинс. Вот сейчас голова у него ниже плечи, ниже он. Видите, время вот 16-15. Вот теперь опять 2 балла получил. 2 балла, но это уже 11-2. Ну вот раз за разом, да, Семен Артемьев пытался пройти в ноги. И мы видели то, что Дмитрий Шадрин успешно оборонялся. И даже записывал свой актив баллы. Да, и все. Финалистом становится Дмитрий Шадрин. Мы, среднеколынский вуз, мы поздравляем Дмитрия. Это большой успех уже возрастного спортсмена в этой весовой категории. Конечно, это опыт, это мудрость. Сильнее оказался он у нас своих молодых соперников. Да, многоопытный Дмитрий Шадрин вышел в финал весовой категории до 86 килограммов. И сейчас Дмитрий отправляется восстанавливать силы и готовится к завтрашнему финалу. И соперник по главной схватке, соперник Дмитрия, будет выявлен уже сейчас по итогам второго полуфинала в 10 до 86 килограммов. Но прежде чем приступить к просмотру этой схватке, давайте еще раз увидим решающие ключевые эпизоды прошедшей схватки, которые победу одержал Дмитрий Шадрин. Итак, второй полуфинал. У нас встречается Сафрон Сафронов, представляющий Мегина Конголаский Улус и его соперник Игорь Сафронеев из Намского Улуса. Вот уже этот, скажем, Сафрон Сафронов это молодой спортсмен по сравнению с Игорем Сафронеевым. Но Игорь Сафронеев очень тренированный, очень подготовленный спортсмен, скажем. И сейчас Сафрон Сафронову будет очень сложно, трудно будет бороться с таким опытным спортсменом. Сейчас посмотрим, надо тут иметь не только умелые тактические приемы провести, технические действия, и нужно тут иметь еще выносливость и волю. Характер должен показать. И Сафрон Сафронову надо с первых секунд, с первых минут нужно было работать. Работать, чтобы иметь в себе запас прочности. Но вот таких действий нет, а Сафронееву вот это надо. Он будет держать, но момент свой, он не упустит, он обязательно возьмет нужное очко. Проведя какое-то техническое действие, он очень физически крепкий спортсмен. Очень крепкий спортсмен. И в нужный момент он будет двигаться очень быстро, но пока вот если так смотреть, то вроде бы медленно ходит, спокойно борется за голову, за руки. Он пятку ищет, не находит. Вот попытка провести прием захватом руки через плечи. Но тут, я думаю, за неполноценный бросок могут давать балл. Да, один балл. Да, и вот как мы угадали, один балл Сафрон Сафронов имеет. Но это ничего не говорит. Еще есть время. Да, Сафрон Сафронов в четверть финале выиграл у Алексея Мигалкина из Верхоянского Улуса. В одной восьмой Сафрон одержал победу над Алексеем Ефимовым из второй команды Амгинского района. Игорь Сафронеев в четверть финале выиграл у Платона Савинова из Верхневилюйского Улуса. В одной восьмой финала Игорь оказался сильнее Василия Спиридонова из Хангаласского Улуса. Ну и у нас остается меньше 25 секунд. Бороться в первом периоде. Счет по-прежнему 1-0 в пользу Сафрона Сафронова. Ну, Сафрон Сафронову сейчас нужно вот эти оставшиеся секунды держать. Потом после отдыха с новой силой нужно будет работать Игорем. Вот тогда он действительно получит нужное желание и желаемое место, как говорится, выйти на пенал в нашем борьбе. Вот сейчас Бронеев нам показывает крупным планом. Да, сейчас у секундантов есть возможность, специально отведенные 30 секунд, в течение которых они могут внести корректировки в план. Да, да, сейчас вот, он сейчас ему дают советы, да и Игорь сам понимает, что это нужно, вот пока он проигрывает минимальным счетом, это 1-0, это очень мало. Но в таких весовых категориях иногда это играет решительную, решаемую задачу, вот этот балл. Да, конечно, и малое преимущество может сыграть решающую роль. Потому что Сафрон Сафронов более-менее молодой и он в более двигательном плане очень более-менее быстрый. Игорь-то более медленно двигается все-таки, но сейчас угнетает, угнетает, он все его ищет, все его хочет толкнуть за пределы. Вот тоже там балл можно заработать этим маленьким хитрым. Вот он балл отдал, вот видите как, спокойно, вроде бы ничего не думая, вот вышел за кувер. А ведь это не надо делать, надо было круг как-то пройти, вот сейчас Игорь этот маленький хитростный тактический прием снова может делать. И таким образом это приведет его... К его успеху, вот из схватки, к его победе. Да, 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 вот это тоже, это тоже умение надо уметь, надо это думать надо уметь. Вот сейчас они друг к другу вот захватились, под мышку, под локоть. Ну вот, видите, потому что сейчас перемену, что у Игоря, хотя один-один, но вот... Последний балл заработал на Игорь. Да, да, техническое последнее действие за Игорем, сопронием. Ну вот, и он потихоньку, и сейчас нужный момент может, ну, провести такое тактическое, грамотное вот такое выталкивание. Скажем, это не техния, это не прием, конечно, но это тактический такой... Ну, уловка такая, вот спортсмены, вот выходом, вот он якобы вот так вышел, ничего не... Вот чуть-чуть осталось, иди, опасная зона, то вот она желтая. Оттуда уже шаг, полшага, и все, тогда уже дело другое. Это дело уже будет, как говорится, кирпич, он тебе обратится, обернется. Поэтому нужно думать, посмотреть, и угадать, как он будет с такой стороны силой с левой, с правой стороны, сверху, снизу. Это же тоже надо угадать, думать надо. Ну и 35 секунд остается бороться в этой схватке, а у нас еще один один... Вот чуть-чуть не было провел, не прошел Игорь Сопрониет. Ну, сейчас Сопрон Сопроносову надо вот привести, вот выдергивать, так вот толкать, как следует. Балкать надо налево-направо и вывести с равновесия, и пройти. Он 10 секунд почти осталось, но за это время, если он ничего не сделает, Игорь же Сопроносову выиграет. Да, и последние секунды... И вот держит, я же сказал, физически крепко, он будет держать. И вот эта тактистка очень грамотно, грамотно провел встречи. И этот балл, который я сказал, будет роковым, вот он и был для Сопрониет Сопроносову, рокового как-то. Да, действительно, это оказалось так. Победу в этой схватке празднует Игорь Сопронеев, представитель Намского Улуса. И он выходит в финал, где встретится с Дмитрием Шадрином из Среднеколыбского Улуса. Очень интересный финал будет двух ветеранов, скажем. Вот он, Игорь Сопронеев, проходит мимо. Даже много не спотекло, видите-ка. Да, и давайте посмотрим на нашу инфографику. Весовая категория, да, 97 килограммов. Василий Ефимов встретится с Павлом Верховцевым, а во втором полуфинале Максим Толмачев встретится с Кузьмой Сивцевым. Ну и подробнее мы, опять-таки, остановимся по ходу наших встреч полуфинальных. Мы ждем выхода борцов, которые встретятся в рамках первого полуфинала весит 11,7 килограммов. Как мы уже сказали, на колес сейчас выйдет Василий Ефимов, представляющий первую команду Амгинского Улуса. И его соперником будет Павел Верховцев из Мигина-Кангаласского Улуса. Заречное противостояние в рамках первого полуфинала этой весовой категории. Да, у нас сейчас на стальоне Амма Алим проходит параллельное еще соревнование по фитнес-аэрогике. Сразу несколько дисциплин у нас проводится на этой арене. Ну и жители и гости Амги могут выбирать, да, подойти на этот стадион. И что же ему интереснее, да, пойти посмотреть больную борьбу, либо соревнования по легкой атлетике, либо же фитнес-аэробикам. Ну или все сразу ходить по стадиону и наблюдать за всем происходящим. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем ждать выхода полуфиналиста в весовой категории до 97 килограммов. Первыми на ковер выйдут Василий Ефимов и Павел Верховцев. Ну сейчас спортсмены выйдут на помост, на ковер и, естественно, будем следить за этими встречами. И сегодня вот только что вышли, вот нам показывают спортсменов. Красным трюков. Кто там? А вот сейчас перед вами, дорогие друзья, это Максим Толмачев и Кузьма Сивцев. Что же у нас с первым полуфиналом? Ну мы разберемся по ходу. Дорогие друзья, ну что ж, все вопросы решены. Сейчас мы готовы к старту этой полуфинальной встречи у нас сейчас сойдутся Максим Толмачев, город Якутск, и Кузьма Сивцев, защищающий цвета наамского улуса. Ну тут тоже готовится полуфинальная встреча. Максим Толмачев, это у нас молодой спортсмен, представляющий команду города Якутска. Но очень, я бы хотел сказать, перспективный наш спортсмен. Мы от него, от Максима ждем многое. Но, конечно, вот некоторое время он, в некоторых больших соревнованиях он не поступал, потому что, ну, у спортсмена бывает разного рода травмы и так далее. Ну, сейчас вроде бы все в порядке. Максим начал упорные тренировки, ну, а с ним будет бороться один из наших мастеров большого веса, мастер большого веса, большим весом, скажем, ну, Кузьма Сивцева, представляющий нам, скажут. Ну, Кузьма Сивцева, любитель спорта, все знают, он неоднократный победитель, призер нескольких международных встреч, турниров. Он же является мастером спорта не просто мастером, а мастером спорта международного класса. Вот сейчас, как хорошо Максим его перевел портер. И вот, видите, как два балла уже заработал Максим. Это очень интересно будет нам наблюдать за этой встречи, потому что у Максим в свое время, вот в прошлом году, по-моему, он становился призером международного турнира, нашего международного турнира, и Армана Дмитриева, и Дмитрия Петровича Коркина, вот поэтому, там же ведь славы и не выступают в этих соревнованиях. Поэтому у Максима тоже есть кое-какой опыт с Харином. Ну, возрастом он, конечно, он уже от Кузьмы Сивцева. Но Максим Толмачев ведет со счетом 2-0. Да, 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 пока 2-0 ведет. Ну, Кузьма ищет, ищет свою борьбу. Он все время захват хочет перехватить под руки. Но, о, Бог, опасно, очень опасно было. Чуть-чуть меня перевернул. Ну, вовремя, вовремя Максим встал на ноги, вот с колена, потом на ноги, в двух ногах, как говорится, спокойно стоит, уверенно стоит, и захватывает. Он вроде бы хочет давать под плечо свое, но это тоже, вот когда, ну, более крепкий он себя чувствует. Да. Да, вот первую, вот сейчас только нам сказали про встречу. Первую полуфинальную схватку. Да, да, да. И Павел Верховцев, выступая по ходу встречи с счетом... Провел очень красивый бросок, говорят. Да, выступая с счетом 5-1, провел бросок на 4 балла и... Впоследствии тушировал. Ну, видимо, после броска он дожимал, наверное. Вот и тоже это практически такое грамотное действие называется в техническом плане. Провести 4-бальный бросок, в основном борцов упускают все положение, все уходят с критической положения, а вот он, оказывается, бросил и не упустил момент. Он его держал дальше и перепечатал. Развил успех, да, свой? Максим Толмачев продолжает вести в этой схватке с счетом 2-0. Вот проход, очень сильный проход, но... Ой, вот, нет, нет, вот... Была возможность, чтобы улучшить преимущество, закрепить преимущество? Чуть побольше движения, быстрее он бы двигался, видимо, взял бы. Но он как-то... Видать, вот нога все-таки что-то не очень уверенно действует, стоит. Поэтому этот прием... Ну, конечно, маленькое... Маленькое такое вот движение, он потихоньку, он, видимо, еще у него, наверное, крепко не прошла, наверное, эта нога. Ну, тоже верно. Вот сейчас еще есть 3 минуты в запасе, вот за эти 3 минуты мы посмотрим. Вот уверенно, видно, видите, он за голень держит. В одной руке, правой рукой, вот, даже вот не сам держит, а кисть держит Кузьма. Вот. Захват и вот упустил момент. В общем, как грамотно защитился. Бал просит, балла не было там. Ну что ж, а второй период у нас стартовал. И давайте вот в дебюте, да, на второй 3-х минутке взглянем на сетку. Максим Толмачев в 4-х в финале выиграл у Леонида Попова из Татлицкого Улуса. Вот теперь Кузьма проходит ноги. Вот берет, берет, Буша поднимает, ладук посадил. Нет, балла-то нет. Вот опасное положение. Очень опасное положение. Видать, вот нога. Один, нет, два. Тут, наверное, два балла дадут. Два балла. Посмотрим. Да, два балла. Выписывается актив Кузьма Сивцев. И сейчас уже он ведет в этой схватке. Максим Толмачев, продолжая разговор о восхождении, да, вот представителя команды Якутска по турнирной сетке. В 1-й восьмой финал он выиграл у Шерзата Авдалова из Мирницкого района. Ну а Кузьма Сивцев в четверть финале выиграл у Антона Корякина. В 1-й восьмой сильнее был Семен Амосова. Хорошие движения были задуманы, задумка была очень хорошая у Максима. Ну, не получилось, не получилось. Видимо, сам он чуть захромал, вот, и дальше не мог подмоднуть до конца и тазом подбить вверх, и вышел в бур. Да, он... Вот вторая попытка, но это ниже, очень низко пошел сам. Сейчас голова у него находится низкая. И вот оттуда, если выпрям, но силой, силой он выпрямился, освободился. И вот зато Кузьма там свою ногу защитил. И меньше полутора минут остается. Кузьма Сивцев, напомним, ведет в этой встрече. Ну и Максиму Толмачеву надо, надо сейчас работать. Естественно, надо балл выиграть, балл выиграть, потому что он же проигрывает в этом положении. Минута 0,5. Минута 0,5. Видим, Кузьма обращает внимание на таймер. Кузьма ждет своего часа, как говорится. Он не будет атаковать, потому что он ведет в этом положении. Вот, хорошая атака, вот это уже ближе к желаемому результату. Сейчас накап пройдет, не пройдет, посмотрим. Опасно, чуть контрприем не попался. Да, ну и успешный проход в ноги. Стремительный бросок, да, в исполнении Максима. Приносит ему два балла. Это уже заявка большая к победе. Да, сейчас 4-2 и 33 секунды до конца. Опасно, вот сейчас как будет. Вот Кузьма... Кузьма Сивцев. Он прямо, даже, по-моему, перепечатал. Да, победа. Победа Кузьма Сивцева. Опыт есть опыт, видите-ка. Переломил ход встречи. Свою пользу. Это опыт. Да, и видим, как расстроен Максим Толмачев. Ну и этот технический прием Кузьма отрабатывал не раз. В свое время он этим приемом многим наказывал. И вот сейчас то же самое. Вот не зря же говорят, мастерство не забывает. Вот оно и есть. Она вот даже в возрасте у спортсмена настаёт. И вот сейчас я тут был уверен, молодость выиграет. Но нет, тут как было-то. Вот Кузьма Сивцев, победитель, финалист, летник спортивных игр. Да, и Кузьма Сивцев встретится в финале, напомним, с Павлом Верховцевым из Медина-Канзиланского улуса. Они очень рады, очень рады, доволен как-то. Да, конечно. Это очень нужная, сильная победа для команды наамского улуса. Да и для себя. Конечно. Поздравляем мы еще раз Кузьму Сивцева и тренерский штаб его команды. Очень зрелищная победа. Калеки, борцов. Дорогие друзья, ну что ж, пришло время прощаться. И мы перед тем, как выйти из эфира, предлагаем вашему вниманию хайлайт, подборку самых зрелищных моментов. Интересный браскоп приемов. Да. Первого соревновательного дня. И давайте мы, прежде чем попрощаться, проанонсируем. Завтра мы выходим в эфир в 10.00. И начнем мы завтрашний соревновательный день с просмотра схваток по вольной борьбе. Также нас завтра ждет на этой же арене Амма Алим. Также ждут еще и соревнования по легкой атлетике. Кстати, завтра там будет эстафета. Пожалуй, одна из самых зрелищных дисциплин в этом виде спорта. Так что завтра в Амма Алимпе будет очень жарко. Очень и очень жарко. Ну и, друзья, давайте мы еще пройдемся по списку финалистов. Ну и последняя весовая категория, которую мы видели, да, это весит до 97 килограммов. В финале встретится Павел Верховцев, представляющий Мигинокангалаский УЛУС. А встретится с Кузьмой Сивцевым, чью победу мы видели вот в последней схватке. Кузьма Сивцев представляет Намский УЛУС. Финал весовой категории до 97 килограммов. Павел Верховцев, Мигинокангалаский УЛУС. Кузьма Сивцев, Намский УЛУС. В весовой категории до 86 килограммов. В финале встретятся Дмитрий Шадрин, среднеколынский УЛУС. И Игорь Сафранеев, Намский УЛУС. В весе до 74 килограммов. Виктор Степанов из Тампонского УЛУСа сойдется с Александром Камтоевым, который защищает цвета горного УЛУСа. В весовой категории до 70 килограммов. Егор Пономарев из Чуропчинского УЛУСа встретится с Игнатием Андросовым из Татинского УЛУСа. В весе до 61 килограмма Айтал Захаров, представляющий Чуропчинский УЛУС, сойдется с Владимиром Егоровым, хозяином Ковра. Идем далее. В весе до 57 килограммов у нас встретится Игорь Петров из Сунтарского УЛУСа. И Михаил Васильев из Горного УЛУСа. Ну что ж, такие встречи нас завтра ждут в рамках финальных схваток. Соревнования по вольной борьбе. Дорогие друзья, мы на этом с вами прощаемся. Прощаемся до завтра. Для вас у микрофонов работали мы, я Власий Сергеев и судья международной категории Семен Сергеевич Акаемов. Смотрите прямые трансляции на каналах НВК Саха, Якутия 24 и Мамонт. Будьте в курсе всех событий. До скорой встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok